Это тайна под 10 этажами. Здесь, на нижнем уровне нью-йоркского магазина Мэйзис, спрятана часть нашего детства. Большое пианино из фильма «Большой». Фильм «Биг» с Томом Хэнксом в главной роли, в роли мальчика, который волшебным образом стал большим, оставаясь при этом ребенком внутри, вышел на экраны в 1988 году. По нему подростки перестройки узнавали Америку. Большое пианино из фильма «Большой» было магнитом культового игрушечного магазина. Пока 4 года назад он не разорился и не закрылся, и тогда Мэйзис тихо забрал пианино к себе. Его установили на цокольном этаже универмага, и теперь каждый здесь может себя снова почувствовать ребенком. Это проект «Нью-Йорк Нью-Йорк». Маленькие дети, большого яблока. Сколько стоит вырастить нью-йоркца? Снеки и все, что едят руками. Из чего складывается школьная диета? Дрим-муверы. Как из России дотянуться до американской мечты? Представление о детстве в США по голливудским фильмам складывается приблизительно такое. Большая семья, огромный дом, лужайка и лабрадор. Но все это не про Нью-Йорк. Здесь тесные квартиры, грязные улицы, и соседа не попросишь приглядеть за своим ребенком. Зато здесь все рядом, не нужна машина. В музее лучшие люди разные, парки большие, в том числе и центральный, а в центральном, в самом центре, еще и зоопарк. В общем, всюду жизнь. В Нью-Йорке полтора миллиона детей. Как им живется в большом городе? Здесь может случиться все, что угодно. Никогда не знаешь, что может выкинуть человек рядом с тобой. Здесь столько людей, толпы. Но я привыкла к этому. И еще здесь очень шумно. Да, иногда столько людей, особенно на Тайм-сквер, где туристы. Но не везде в Нью-Йорке так людно. И у нас здесь большой выбор всего. Например, клубы для футбола, да чего угодно. Каждый найдет, что захочет. Немного напрягает, что на улицах много бездомных. Мы, например, пришли на эту площадку, потому что на другой было много бездомных. Мне очень нравится город. Он такой красивый. И все очень дружелюбные и открытые здесь. Я на домашнем обучении. Я много передвигаюсь. Хожу в музей, бегаю тут и там на разные занятия. Мне очень это нравится, что мы можем передвигаться по городу самостоятельно. Это такая свобода. Нью-Йоркской семье нужно в среднем полмиллиона долларов, чтобы поднять одного ребенка до 18 лет. Это приблизительно в два раза больше, чем в среднем по Америке. Но для тех, кто хочет строить и семью, и карьеру в одно и то же время, Большое яблоко не самый плохой вариант. У американцев не принято спрашивать о деньгах, поэтому мы уточнили некоторые детали у нашего человека, переводчик и мать троих детей, Екатерина Брикман, о некоторых тратах их семейного бюджета. Меня зовут Катя Брикман, у меня трое детей. Дилан – это мальчик, ему 14 лет. Саша – девочка, 8. И Дэвид – самый младший, ему 6. Мой старший Сан Дилан родился в Мичигане. Страховка покрыла все полностью, но мы выбрали комнату люкс, где мой муж имел право иметь свою собственную кровать и спать со мной все эти два с половиной дня. Эти роды стоили мне всего лишь 300 долларов. Это очень дороже по американским ценам. Мой второй ребенок, дочка Саша, родилась уже в Нью-Йорке. И, к сожалению, роды Саши встали нам в 6 тысяч долларов. Это уже после того, что страховка покрыла все, что могла. Конечно, было тяжело заплатить. Что хорошо в Америке – это то, что медицинские расходы всегда можно разбить на минимальные куски и платить их в кредит. Дэвид родился в том же госпитале, где и Саша, в Нью-Йорке. Все стоило 100 тысяч долларов. Почему? Потому что во время родов у ребенка заразили инфекцией. То есть сразу после родов мы попали в детский госпиталь, где нас лечили две недели. Слава Богу, наша страховка покрыла эту сумму. Нам пришлось платить, наверное, где-то 10 тысяч долларов. Когда дети подрастают, их часто отдают в детский сад или в такие подготовительные школы, где дети могут находиться с 9 примерно до 12 утра. Их там учат немножко писать, читать, языку, общению. И разные занятия, за которые родители могут заплатить отдельно. Мы приехали из Мичигана, где я, можно сказать, училась за бесплатно, потому что у меня была степенья. И мы с мужем смеялись, что у наших детей вот эти подготовительные школы стоят дороже, чем наше образование в университете. Американцы очень часто отмечают день рождения для своих детей. С размахом, я бы сказала, в том смысле, что если ребенок ходит в садик или в начальные классы, родители любят приглашать весь класс. И это получается дороговато, если оно справляется в каком-то особом месте. То есть это включаются аниматоры, место. Там же они предоставляют торт, пиццу и party favors. Party favors – это американская традиция маленьких подарочков, которые выдаются гостям в благодарность за то, что они пришли и провели время с именинником. Когда я только приехала в Америку и поняла, что это стоит так дорого, как-то не хотелось тратить такую сумму денег на пиццу и торт и каких-то аниматоров. И поэтому чаще всего я справляла дома. Дома это выходило гораздо дешевле, когда мы сами заказывали пиццу или делали ужин, и сами пекли торт. И детям было так зависело. Они приходили, играли, разносили дом в дребезги. Потом детки начинают идти в школу. Если вы живете в хорошем районе, ваша государственная бесплатная школа будет абсолютно адекватная. И я помню, мы тоже с нетерпением ждали, когда же они туда пойдут, чтобы нам не надо было ничего платить. С другой стороны, когда дети учатся в государственной школе, все равно у них остаются кружки, за которые надо платить отдельно после школы. Коньки, баскетбол, бейсбол, футбол. Все это примерно стоит одинаково. Где-то 200 долларов за сессию. И опять же, сессия включает в себя от 8 до 10 недель. Несмотря на такие цены, всегда можно найти способы где-то сэкономить, что-то сделать поменьше. Это наше будущее, и мы будем продолжать в них вкладывать деньги, и время, здоровье, и нашу душу. Самый дорогой мегаполис США в качестве бонуса дает родителям возможность вырастить культурного и образованного человека, при этом открытого ко всему остальному миру. Впрочем, в Нью-Йорке такая возможность есть не только у тех, кто здесь живет. Я познакомилась с москвичкой Анной Бас, которая приводит сюда детей из России на 3 недели, но это меняет их жизнь навсегда. Для нее Нью-Йорк – это образовательная платформа, съемочная площадка. Ее лагерь называется Dream Movers – движение к мечте. Это точный намек. Не только мы двигаемся к мечте, но и мечта каким-то образом притягивает нас. По крайней мере, в Нью-Йорке кажется, что это именно так. У каждого из них есть мечта и 23 дня на то, чтобы приблизить будущее. Dream Movers – это движение, продвижение к мечте. Кажется, из Нью-Йорка до нее дотянуться проще. В Нью-Йорке, на мой взгляд, есть ощущение того, что все возможно. Здесь есть ощущение принятия любого человека тем, какой он есть. В американской культуре намного больше говорят про будущее в целом. Российская, мне кажется, она не ориентирована в такой степени на будущее, но это связано с нашей непростой историей, какими-то вещами. И здесь я им как бы создаю такую среду, где они могут соединиться с тем, что как бы их. У Анны диплом педагога, стаж переводчика, опыт кинопродюсера, избывшаяся мечта – лагерь в Америке для детей из России с погружением в язык и город. Правила жесткие, по-русски ни слова. Они меня на самом деле никогда не слышат говорящих по-русски, то есть сейчас это большое исключение. Мне кажется, это дико важный опыт, потому что в школе язык – это предмет. А тут ты попадаешь в среду, и это самая главная на самом деле идея, где английский является языком жизни, и ты начинаешь тут же его использовать, и не просто использовать, а еще на нем что-то создавать. И я не исправляю ошибки, ничего не поправляю. Мы учились в английском в детский сад. Да, в детский сад. Третий год дрим-муверы гостят у настоящего американского писателя. Точнее, в окружении его книг, пока автор в отъезде. Хозяину бруклинского Браунстоуна понравилась сама идея. Он пишет о разнице Востока и Запада, а сдавая дом в аренду, как будто бы ее стирает. Моя идея была в том, что мне хочется вот этого культурного погружения в другую среду. Мне хочется показать им Нью-Йорк, определенный Нью-Йорк. Показать, что вот, ребят, смотрите, вот книга, написанная человеком, который живет в этом доме, вот этот человек – это возможно. Вы хотите писать книги? Пишите. Они пишут, рисуют, играют и, конечно, снимают свое кино. Нью-Йорк – это кино, и они пишут сами. У меня нет цензуры. У нас, например, в этом году достаточно кровавая история с убийством детей. Детский хоррор нехорошо кончается. Но это не портит аппетит съемочной группе. На аппетит сегодня паста. Обожают, все дети обожают пасту. И, конечно, котлеты. Домашние котлеты – это всегда каждый год на ура проходит. Как же гамбургеры? Гамбургер? Ну, как вам сказать, гамбургеров у нас вообще-то вообще нет. Еда для детей – это очень такой фактор важной взаимодействия со средой. Мы не едим сэндвичи каждый день, мы не едим попкорн. И бывают такие реакции типа «что за ужас? Что это за еда?» Ну, то есть вместо восторга, казалось бы, тебе попкорн. Ну, типа «что это? Почему такую еду?» И тогда у нас возникает вопрос по культуру. И мне кажется, что чем раньше это происходит, чем раньше у человека есть возможность соприкоснуться с другими культурами и увидеть какие-то части других культур, которые сильно отличаются, тем, когда он вырастет, он будет более открытым вообще миру в целом. После обедов по расписанию дрем-муверов – свобода, статуя и концепция. Еще несколько ступенек. И еще несколько лет, и дрем-мувером откроется новая линия горизонта взрослой жизни – безграничной. Возможно, не без виз, но зато без стигм. Если уж мечтать, то ни в чем себе не отказывать. Оказывается, у многих детей из России в Америке главный стресс – это еда. Сэндвичи, поп-тарты и снеки. Американские дети в школу ходят с ланчбоксом. И у тех, кто вырос на манной каше и котлетах, его содержимое порой вызывает шок. Я, например, сегодня отправила своего пятилетнего сына в школу с пакетом мытой морковки, баночкой йогурта и солеными крекерами. И в очередной раз испытала это чувство вины за то, что мой сын никогда в жизни не понесет в школу термос с горячим супом, например. Фуди Аллен пообщался с маленькими русскоязычными нью-йоркцами и выяснил у них, что им вкусно, а что полезно. И почему это так часто не совпадает. Привет, я Артем Байбус и сегодняшний выпуск Фуди Аллен мне поможет провести Даниэла, которая учится в Нью-Йорке и расскажет нам, как обстоят дела со школьной обедой. Привет. Привет. Can I please get three sides of macaroni and cheese? Yeah, all three sides. Yes. And then one chicken breast. Я знаю я не даю это всё. Поэтому я себя домой принесу, иду завтра могу взять шоку. Назови три самых добегутых рыбок. Мак-н-шиз, наггетсы куриные, вообще просто курица. Это сложно, я много чего люблю. Ты берешь с собой в ландшбоксе еду в школе? Да. А другие дети? Другие в основном все, да. Некоторые нет, они берут школьную еду. Самое лучшее это, наверное, пицца, самое элитное. Что еще бывает, готовят в школе? Иногда готовят тапу и буррито. Ты не ешь такую? Неа. Окей, рыбу дают в школе? Нет. Большинство родителей жалуются, что дети плохо едят. А если и едят, то только пиццу и еще какие-то не самые полезные вещи на свете. Чтобы этого избежать, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить прикормы малышам уже с 4-5 месяцев. В этом возрасте у них окно толерантности. Охотно пробуют и принимают разные новые вкусы и потом с удовольствием едят уже знакомую еду. Очень важно в это время давать максимально разнообразные, но все-таки полезные продукты. Вот какая еда вредная? Например, то, что в фритюрнице готовится. Жирное мясо какое-нибудь, да. Полезные, натуральные, обычно это очень часто зеленые вещи полезные. Только вряд ли полезные зеленые конфеты яркие, это вряд ли. Скорее наоборот. Брокколи, я знаю, это суперполезно, при этом я не знаю ни одного ребенка, который ему это нравится. У нас в школе есть стол для детей, у которых аллергия. И это, у них типа, наверное, у них спрашивают, на что у них аллергия, и им потом приносят другую еду, чтобы, ну, то, что они могут есть. Все дети как бы обожают сладости, и они сумасшедшие со сладостями. Это может быть потому, что им, типа, всегда-то говорят, типа, эй, веди себя хорошо, или не получишь сладости после ужина. Может быть, поэтому они такие, как бы, о, сладости это, сладости это то, что хорошие дети получают. Значит, наверное, это что-то прям суперэлитное, крутое. Шоколад обожаю. Ты же не любишь сладости? Ну, шоколад это я исключение. В новых социологических исследованиях появилось понятие «дети-мегаполисов». У них в среднем выше IQ и уровень адаптации, но ниже иммунитет и витальность. Витальность — это общий запас жизненной энергии и индекс сенсорной среды. Чтобы оторвать его от гаджета, нужно вырваться из города. Ольга Филатова вместе с сыном именно так и поступили. В сорока минутах от Манхэттена есть настоящий портал в прошлое. Это Wild West City. И мы с моим сыном Лаврушей сейчас совершим прыжок во времена Дикого Запада. Добро пожаловать на Дикий Запад. Сейчас я покажу вам настоящий дилижанс. Раньше передвигались либо на дилижансе, либо на своих двоих. Раньше пассажиры не сидели наверху, там везли багаж. Рядом с кучером всегда сидел парень с ружьем на случай нападения. До сих пор пассажиры рядом с водителем в Америке называют «ридинг шотган» — ездок с оружием. Тебе нужно взять этот кусок бумаги в рот, Фрэнк его разрежет холстом. Самое главное — немного наклонись, подними голову и закрой глаза. Ну, у меня нет выбора. Вот так, зафиксируй. Главное — глаза не открывать. Ну что, готово? Посмотрите, это такой маленький кусочек. Он практически нос мне чуть не оторвал. Вот это городская ратуша, также по совместительству наш офис. Этот орел был домашним питомцем генерала армии конфедерации Роберта Ли. Это печка 1918 года, но в те времена пользовались практически такими же. Эта машина пробивает время, когда ты пришел на работу. Все уже компьютеризировано, а у нас все по старинке. А здесь у нас парикмахерская со знаменитым столбиком. Раньше в барберных не только стрижки делали, но и кровь пускали. Побрить мертвеца стоило 2 доллара. А это подмостки оперной сцены, где 2 года назад я сделал Эмми-предложение, сразу после Канкана. В обычной жизни я учительница начальных классов. А если ваши ученики придут, а вы тут юбки задираете? Я им стараюсь не рассказывать про это. А теперь я покажу вам наш печатный станок. Это старинный способ печатания. Подбираешь каждую букву. Собираете слово, устанавливаете, прокатываете валиком с чернилами, затем прессом, и первая страница готова. А если нужен рисунок, то он вырезается на деревянном блоке в зеркальном отражении и также прокатывается через пресс. А ну давай, заходи. А это офис маршала. Здесь у нас настоящая клетка, которая была сварена в Нью-Джерси в 1890-х годах. А вот и наш маршал. Я тут давно, 25 лет уже. Я был полицейским, а теперь на пенсии. Мне дали такой значок, это означает, что я буду помощником шерифа и могу ловить преступников. Что мы сейчас и будем делать. Сейчас мы их подстреляем. Тыщ, тыщ, тыщ. Где второй? Это не бандит, это шериф. Вот такие стенки, как эта, происходят здесь с утра, с 10 утра до 4 вечера. Люди дерутся, стреляют в тебя, грабят тебя. В общем, полное погружение в эпоху. Скорее, стреляй, отстреливайся. Ой, за кустом. Люди подозрительные. Тыщ, 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 тыщ. Ой, у меня сломался пистолетик. Это ограбление. Деньги гони, украшения. Ты чего улыбишься? Гони деньги давай. Бери их женщину тогда. Женщины взяли. Эмми. Он Эмми взял. Итак, мы поймали 20 бандитов и перестреляли 30 головорезов. Тебе понравилось? Да. Место, где ты родился и вырос, навсегда останется местом силы. Но дело в том, что в Нью-Йорке две трети приезжие. И, конечно, у них мало возможности вернуться в свое детство. Разве что на карусели покататься. Новый американский фольклор, на котором выросло не одно поколение американцев. Через неделю мы поговорим о суперсиле вселенной Марвела и комиксов DC в Нью-Йорке. Комик-кон. Огромный съезд любителей кинопантастики и стиля фэнтези. Это проект Нью-Йорк, Нью-Йорк. Увидимся в следующее воскресенье. Всем пока.